Всем привет! Продолжаем изучать Spring и сегодня у нас мы поговорим об аутентификации. Что нам для этого нужно? Для этого мы возвращаемся к тому старому приложению, которому мы уже писали однажды про аутентификацию, авторизацию, и посмотрим некие-некие его изъяны, некие-некие его изъяны. Так, мне нужно запустить браузер, сейчас я запущу браузер и посмотрим, что плохо-то в нём было. Что плохо-то в нём было? Локал хост Локал хост Локал хост Как долго? Окей То есть Так То есть Вот у меня был логин И всё нормально Мне выдавалась сессия Мне выдавалась сессия То есть вот она И То есть у меня есть права, я могу заходить на соответствующие Как их? На соответствующие запрещенные странички Но что произойдёт, если я закрою браузер? Я закрою браузер И сессия, сессия, которую сохранял, да, браузер? Она у нас сбросится, сбросится сессия Сбросится сессия Вот я снова открываю Снова открываю И Я снова анонимус Я снова анонимус Я снова анонимус То есть у нас Не было Не было Не было Механизма Сохрани меня Не было Сохрани меня Механизма Такс Но спринг Спринг, спринг, спринг На самом деле данный механизм Уже содержит Такс Не понял Не понял Не понял Не понял Не понял Такс А, он не авторизировался, remember, ладно, сейчас понял, понял свой недочет, значит так, нам нужна галочка, нам нужна галочка, то есть нам нужно, чтобы вот когда мы заходим, у нас была галочка, 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 делается это простым способом, через чекбокс, через чекбокс, допустим, мы вот добавим галочку, remember me, remember me, так, чекбокс и name remember me, окей, причем этот name вроде как важен, то есть нужно называть именно remember me, чтобы Spring его, по крайней мере, без дополнительных настроек смог прочитать, это первый шаг, второй шаг, нам нужно просто добавить вот такие две строчки к нашему, к нашему HTTP security, то есть, and, remember me, все, все очень просто, вот эту соль, соль, вот эту соль, вы можете добавить самостоятельно, вы можете самостоятельно, то есть, вот, кей, соль, если вы не добавите данную строчку, то Spring будет использовать какой-то рандомный там, какой-то рандомный ключ, это во-первых, во-вторых, можно данные ключи, данные токены, вернее, которые будут генерироваться, можно будет либо через куки, через куки явно просто в куках передавать, и там все это дело, короче, на сторону клиента, либо вы можете использовать репозиторий, то есть, токен репозиторий подключить, то есть, jdbc обычный, там нужно будет создать отдельную таблицу, описать все это дело, но это не так сложно, и не цель, не цель, не цель, то есть, если вы захотите токены отдельно хранить, то это можно сделать, окей, это первое, да, первое, 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 вернее, что вот мы сделали Remember Me, и теперь давайте перезапустим, и посмотрим, что теперь есть запоминание, то есть, когда я буду закрывать браузер, у меня все равно будет запоминание сессии, она, правда, не продолжительная, там всего на 14 дней, так, вот я запустил сервер, вот я вам хотел показать, что создается объект, объект, да, соответствующий Remember Me, который нам помогает, помогает с аутентификацией нашей, то есть Remember Me, аутентификация фильтра, то есть некий дополнительный фильтр, напоминаю, или узнаете вы, что весь Spring Security, по сути дела, построен поверх веб-фильтров, поверх веб-фильтров, окей, то есть, и вот еще один просто фильтр добавили, то есть, там в цепочке идет фильтров, мы добавили еще один, ну, и давайте, теперь сделаем логин, логин, ой, здесь табличка, страничка изменилась, вот сейчас мы сделаем логин, и окей, я вошел, я вошел, покажу, покажу, каким образом у меня сохраняется, вот Remember Me, то есть ключ получается, название ключа можно изменить, можно изменить, если захотите, там есть какой-то метод, но смысл в том, что нам дали кэш, дали хэш, дали хэш, окей, теперь дальше, теперь я хочу закрыть данный браузер, данный браузер, да, и хочу, хочу снова открыть, и тем самым проверить, что, сессия, сессия, сохраняется, видите, сессия сохраняется, сессия сохраняется, это, но это на самом деле полбеды, вторая беда, это, если вы посещали какой-нибудь сайт, какой-нибудь сайт, то иногда вы могли наткнуться, наткнуться на следующую надпись, которая гласила, что мы на обслуживании, или что это в этом духе, или сайт вообще некоторое время не работал, то есть есть моменты, когда, например, делается какой-то апдейт, делается какой-то апдейт на сайте, и в итоге у нас перезапускается, перезапускается сессия, у вас, вернее, не сессия, у вас перезапускается сервер, и сессии, 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 связанные с сессией, то есть вот сессия они просто улетучиваются во время перезапуска хотя вроде Tomcat можно настроить, чтобы сессии сохранялись даже после перезапуска но я еще этот момент толком не смотрел просто увидел такой ответ на Stack Overflow окей, ну ладно давайте я сейчас перезапущу перезапущу и попробую зайти снова снова на страничку на страничку и посмотрим, как среагирует посмотрим, как среагирует и что мы видим я стал анонимусом у меня все сбросилось то есть я сервер перезапустил сессии у меня улетучились и юзеру нужно опять вводить снова и юзеру нужно опять вводить все снова как этот баг мы можем пофиксить? здесь нужно значит сессии сохранять во-первых, как я уже сказал вроде в настройках Tomcat это можно сделать то есть мы же на Tomcat сейчас сидим на данный момент но можно использовать для этих случаев Redis и Spring нам из коробки уже предоставляет данное решение то есть у нас будет минимум настроек и все будет сразу работать что нам нужно? нам нужно для начала добавить соответствующие Dependency добавили только помимо стартера Redis с помощью которого мы поднимем Factory нужно еще добавить Spring Session Data Redis добавили теперь нужно прописать дополнительные настройки что мы сессию сохраняем используя Redis здесь на самом деле есть еще возможности но мы будем использовать Redis окей и я выбрал еще здесь Namespace классический Spring Session Spring две точечки Session окей сделали да? теперь едем дальше мне нужно мне нужно мне нужно Factory объявить объявил Factory и все все нам ничего не нужно делать то есть нам не нужно создавать команды каким образом я сохраняю сохраняю в Redis в Redis сессия как извлекаю из нее то есть это некое решение из коробки некое решение из коробки которое нам уже предоставили здесь кстати можно Session Session Redis то есть Clean Up можно настроить плюс еще можно время по-моему здесь настроить Time Out то есть то есть время сессии можно настроить давайте давайте это явно создадим а здесь кстати интересно как записывается здесь через Duration здесь интересно есть подсказка нет подсказки мне этот Duration не нравится ладно не буду так вот тут нашел паттерн Server Session Time Out is deprecated а здесь а ну здесь другое ну я лишь хотел паттерн увидеть окей допустим 120 сек интересно сработает или нет не знаю ладно я это хотел другое то есть вот настройки мои как нужно допустим настройки нужно поднять сервер сервер я поднял сервер я поднял сервер я поднял так так сейчас я обновлю обновлю и посмотрим наши ключи у меня есть есть какая-то сессия есть какая-то сессия я до этого пробовал видать оттуда осталось уже ладно перезапускаем перезапускаем то есть я ожидаю что у меня сессии будут сохраняться сохраняться сессии будут в редис так давайте тестировать вот мой сервер там нет ключей там нет ключей заходим заходим аа логин так закрываем браузер теперь сперва тестируем то что нас я сразу продемонстрирую что у меня появились ключи для сессии но пока я тестирую пока я тестирую вот что меня запоминает когда я закрываю браузер закрываю браузер теперь мне нужно протестировать что я перезапускаю сервер что меня сохраняет то есть сессия сохраняется но мы и так видим что сессия сохраняется потому что у нас вот в этот вот в этот вредис окей вот я перезапустил давайте заходим снова и вуаля вот то есть сессия сохраняется сохраняется потому что я сохранил ее в базе данных вредисе вот так вот вот так вот все очень 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 просто можно организовать то есть еще раз какие у нас были недочеты у нас не сохранялся юзер у нас не сохранялся юзер то есть не было изначально у нас не было поддержки remember me мы это дело пофиксили просто просто взяв и добавив remember me и добавили чек 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 бокс но здесь самое главное мы должны проперти отдать remember me вот 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 этот чек бокс мы передаем и все остальное все остальное делает у нас спринг то есть когда мы закроем браузер у нас теперь будет восстанавливаться но мы теперь сталкиваемся с другой проблемой если сервер перезапущен если сервер перезапущен то потеряны сессии в таком случае мы должны сессии сохранить где-то на другой стороне и опять же типовая задача спринг нам помогает и предоставляется классическое решение редиса 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 мы добавляем значит сессию для редиса стартер редис чтобы организовать factory прописываем настройки которые мы желаем мы желаем то есть вот у нас спринг сэшн вот спринг сэшн что у нас тип хранения сессии мы используем редис и все и снова все а ну нужно еще factory прописать хотя вроде ее не обязательно спринг ее и так поднимет окей 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 пожалуй пожалуй вот все все что хотела сказал так но тему аутентификации мы не закрываем поскольку данная тема актуальна и здесь возможности различных по аутентификации много нужен план у меня разобрать вот эту аутентификацию то есть аутентификацию через другие другие серверы то есть через какой-нибудь twitter facebook то есть через эти вот вещи окей ну на сегодня все изучаем спринг see you next time аутентификации